Добрый вечер. У меня в гостях любимый мой Александр Перепилов, Headmade Lab. Генеральный директор, он один из самых грандиозных специалистов по борьбе с секонд-хендом. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер, радиослушатель. Да, страна. Итого, какого цвета красный кашкай мне купить на вторичном рынке так, чтобы он никогда в жизни не сломался, потому что я такой хороший, что у меня машина должна быть лучше всех за мои три копейки? Стандартный вопрос, который меня спрашивают каждый день. Ну, я не то, что думаю, я тоже часто слышу этот вопрос, да, то есть как бы что, где, как. Да, мы как это, задумали поговорить о том, что автомобиль с пробегом это кот в мешке, да, и как же все-таки понять, какого кота и где его взять. Потому что страна же у нас делится, как всегда, как у классика, да, делится на тех людей, у кого есть машина, которая мечтает продать, и тех людей, у кого нет автомобиля, кто мечтает ее купить. Да, это был Брагинский, автор сценария фирмы «Берегись автомобиля» при участии Эльдара Рязанова. Вот, поэтому, и здесь, наверное, тоже, как всегда, у каждого человека есть выбор, да, то есть как бы, если, когда человек решил покупать автомобиль с пробегом, да, то он, соответственно, у него есть выбор, искать эти автомобили у частных лиц, либо покупать в каких-то компаниях. Вот с недавнего времени вдруг выяснилось, что, оказывается, есть юридические лица, которые этим занимаются. Раньше это был всегда дядя Вася, либо дядя Вано, а теперь есть юрлицо. Это открыло нам новое совершенно направление, тем более, что есть юридические лица просто комиссионки, есть при дилерах, а есть трейдинщики, которые на самом деле никакому дилеру никакого отношения не имеют, и в том числе даже с иностранным капиталом, пришедший на наш рынок, только ради того, чтобы торговать только секонд-хендом. Да, да. То есть сейчас, как это, ну, это, наверное, замечательно, что у людей появился выбор, который раньше не было. С этим выбором надо как-то жить. Ну, замечательность этого выбора, она немножечко печалит тем, что приходится разбираться в куче окурков, какой из них меньше докурили. Хотелось бы, чтобы все были не бедными и больными, а здоровыми и богатыми. Сто процентов. Итого, мы разбираемся в породах котов в мешках. Мешков как минимум три, хотя, возможно, с твоей позиции гораздо больше. Ну, наверное, самого такого очевидного, который был всегда, да, то есть решение в лоб. Часто я слышу от клиентов, от людей, что надо покупать с частных рук. Это тот человек, который владел, который все знает, который единственный владельец. И вообще он про машину все расскажет, знает и как бы как на духу нам все про него скажет. Это будет лучшей покупкой. По крайней мере, я от клиентов это часто слышу. А скажи, пожалуйста, вдруг, совершенно случайно, у тебя есть какая-нибудь статистика, сколько вот этих людей из рук, продающих машины, не являются перекупщиками, а являются первыми хозяевами? Ну, такой статистики у меня нету. По ощущениям рынка. По ощущениям рынка, ну, таких немало. Ну, я могу сказать только о тренде, о тенденции. Таких людей становится все меньше и меньше. То есть люди, нет, наоборот, перекупщиков становится, салонов, перекупщиков, компаний, которые ты перечислил, да, их однозначно становится больше. Людей, которые сами продают свой автомобиль, становится точно меньше. Это 100% тенденция, такая есть. Поэтому вероятность того, что вы вместо первого владельца найдете 25-го перекупщика, все выше и выше. Она, да, и она вполне реальна. Да даже и покупка автомобиля у конкретного владельца, она тоже не обезопасивает нас от каких-то вещей, или не проливает цвета, или не делает этот мешок более прозрачным. Но мы помним, что со времен еще появление даже не то чтобы классической литературы, а литературы вообще, очень остро стоял вопрос, как же определить, эта девка, она в первый раз или нет. И было очень много способов обмануть, и глухое средневековье погрязло в разных методиках, как именно на простыне изобразить красное пятно, при помощи каких красителей. А у нас-то еще проблема в том, что у нас они все уже не первой свежести. Хотя тебе рассказывают, что для тебя ее берегли как родную. Конечно. Вот, поэтому если мы говорим о том варианте, когда мы находим какой-то автомобиль и там, ну не знаю, там открываем сайт, или там нам знакомые рекомендуют, вот есть у человека такая машина, опираясь на то, что он за этой машиной там следил, расскажет, что с ней происходило, что там, ну то есть, что там технически все в порядке, внешне все нормально, никаких проблем не было. Я могу сказать, что по своему опыту, работая давно с автомобилями, люди, которые продают свои машины, да, то они далеко не всегда, а, знают все про свой автомобиль, как это ни парадоксально, да, и б, не очень охотно рассказывают то, что есть на самом деле. Машина стала прочнее. Да. Ну, тогда, наверное, есть нюансы. Может оказаться не все так, как оно, как рассказывают. А вероятность? Вообще, в принципе, имеет смысл заморачиваться с частым лицом? Почему нет? То есть, вот я, мы сегодня поговорим как раз об этой теме, я, ну, наверное, может быть, люди от нас ждут какого-то рецепта, делай так, не делай по-другому, да. Я бы, наверное, поговорил об аспектах, да, то есть, как бы, на что обратить внимание в том или другом варианте. А решение пусть останется за человеком, он сам решит. Говори, давай, пока не ушли от первого пункта. Да, вот, а от первого пункта, ну, я говорю, если вы хорошо разбираетесь, вы можете быть экспертом и можете отличить, ну, то есть, там, крашенные детали, не крашенные детали, мененные, не мененные, ну, то есть, вот много-много-много всяких аспектов, да, то, почему нет, вы можете, безусловно, ездить по частным объявлениям и купить себе какой-нибудь достойный автомобиль. У меня, ну, достаточно большое количество знакомых обращается и говорит, а поедем, съездим, посмотрим. Я еще лет 10 назад ездил, ездил и смотрел, да, потом мне что-то это так наскучило, да, я говорю, а дай мне телефон, да, я лучше позвоню. То есть, я позвоню, задам 5 конкретных вопросов, если человек внятно мне на них ответит, то мы, скорее всего, поедем смотреть. Если он внятно не сможет ответить, то давай не будем тратить время. И какие-то были 5 волшебных вопросов? Ну, я так сказал, ну, по крайней мере, да, где обслуживалось, когда обслуживалось, что последний раз делали с машиной, да, кто эксплуатировал машину, да, то есть, ну, то есть, больше связано с эксплуатацией конкретно, да, там, ключи, там, заказ, снаряд, ведение сервисной книжки. Ну, то есть, как бы, если человек ей владеет и саму изначально автомобиль, он, наверное, должен как-то в этом деле разбираться. Если человек, конечно, говорит, я там, ну, не знаю, там, бывают девушки продают автомобили, говорит, я не в курсе, это занимается мой молодой человек. Не вопрос. Давайте вашего молодого человека. А он уехал навсегда в Израиль, вернется через 40 лет. Ну, как бы, если, наверное, вариант интересный, то, конечно же, поедем, посмотрим. И он тем интереснее, чем интереснее история к нему прилагается. Да, ну, конкретика, да, когда люди, так же и где бы вы ни покупали, если вы спрашиваете про автомобиль и получаете какую-то очень общую информацию, ну, примерно, да вы что, машина ровная, отличная, вот это вот любимое высказывание, которое сейчас слышишь, да все у нее хорошо. Сел, поехал. Сел, да поехал. Вообще ничего не надо вкладывать, купи ей, наслаждайся. Ну, скажем так, я как-то вот, наверное, по природе недоверчив, да, меня это начинает очень как-то смущать. Итого, вопросы, которые имеет смысл задавать этому человеку, должны быть связаны с эксплуатацией. То есть ты этого ребеночка растил, расскажи, как эти долгие годы... Болели корью, когда, какие прививочки сделали, ну, то есть, вот, да, вот, отличная аналогия, которую ты провел с ребенком, да, то есть, вот, вот, расскажите мне все, дайте портфолио. Что делали? И когда человек начинает рассказывать, что у него все хорошо, ну, сервисную книжку он нечаянно в супе сварил, поэтому она у него где-то там лежит, но он ее обязательно все еще раз привезет, то это уже, в принципе, говорит о том, что нету ее, в принципе, уже все потерял. Во-вторых, когда начинается, например, я у одного дилера делал то, у другого дилера это, а у третьего еще что-то, это тоже весьма маловероятно, потому что если все было ровно, скорее всего, дилер был один. А не надо мотаться. Да, или, вы знаете, я машину очень любил, я никогда на нее денег не жалел, но масло я вот менял здесь вот сам, а вот когда, вернее, как бы, я вот текущий ремонт осуществлял вот здесь, а вот масло для того, чтобы не было гарантии, я менял у дилера. Ну, то есть, жалели, не жалели, так давайте, как это, определяться, может, вероятность того, что пока там вам меняли масло, а какое масло залили, или там какие запчасти поставили, оригинал, не оригинал, сколько это будет ходить, сколько болтов от этих скамеек там уже в этом автомобиле. И какая вообще эта машина в семье? Обычно она всегда 25-я. А у вас в семье сколько жен? 24. Тогда, да, картинка складывается, тогда все подозрения долой. Ну, да, то есть, если человек абсолютно конкретно может дать информацию по своему автомобилю, да, достаточно подробно, ясно, и, ну, я бы сказал, не предвзято, хотя нормально, когда человек, желающий продать автомобиль, рассказывает больше хорошего, приятного и замечательного про свой автомобиль, да, но мы же все люди, мы же все прекрасно понимаем, что нам рассказывают. Хотя мы очень любим верить в самые лучшие и хорошие, что нам достался самый замечательный автомобиль, с самым минеральным пробегом, с отличным состоянием и за самые маленькие деньги. Перерыв на новости, потом продолжим. У меня в гостях Александр Перепилов, Handmade Lab, генеральный директор, эксперт по вторичному рынку. В процессе общения с физическим лицом, который на том конце провода рассказывает нам, насколько блистательна у него машина и как он, конечно, берег ее 5, 7, 15, 40, 200 лет для того, чтобы, наконец-то, я у вас ее купил, еще один вопрос. А скажите, а где вы ее страховали? Расскажите, пожалуйста, страховую историю. Назовите те страховые компании, в которых вы страховали свою машину. И если после этого человек начнет плыть и рассказывает, что да не, ну я там, я не помню, у меня вот там, ну я даже каска не делал, все понятно. Значит, в страховых случаях было столько и такие, что лучше не узнавать. А если он скажет, да пожалуйста, посмотрите, у меня, значит, полис такой-то вреза, такой-то был потом. Да, там был такой-то случай, здесь был такой, здесь была такая небольшая мелочь. Может быть, даже не было. Но, по крайней мере, хотите проверять, пожалуйста, вот есть некая биография. Я страховался в первой, второй, третьей, четвертой, пятой компании. Тем более, что смена страховой компании, это как раз более-менее понятно, потому что все они сволочи. И уход от страховой компании к другой страховой компании в поисках лучшей доли, это более логично, чем уход от одного дилера, сделавшего ТО, к другому дилеру, делающему ТО. Да, ну, в любом случае, если так немножко подытожить то, что мы сказали, да, это конкретность. Если мы получаем конкретную информацию про тот автомобиль, который нас заинтересовал, который мы хотим купить, вот он, ну, как бы, вот с ним и нужно работать, на него и нужно смотреть, его нужно рассматривать, как вариант покупки. Причем здесь у нас презумпция виновности. Каждое сомнение трактуется в минус. Ну, наверное, можно сказать так. Но здесь я встану немножко иногда на защиту и клиентов. Неедничный случай, когда мы сталкивались с тем, когда ты общаешься с человеком, он, ну, там, сдает тебе машину, продает, де-факто, например, да, как компании. Он продает тебе, рассказывает, говорит, смотри, вот это вот так, вот это вот так, все четко и ясно и конкретно. Он сто процентов говорит правду. Но он тоже может не знать про свой автомобиль все. Даже если он единственный владелец. Вполне. Да, то есть были, ну, в моей практике был случай, когда человек вот так сдал, сказал, все нормально, она практически новая, ей год. Мы начали смотреть, у нее замена заднего крыла была, всей бочины, ну, то есть две двери и заднее крыло. Я ему показываю, говорю, как такое могло быть. Он говорит, ну, да, я был в командировке месяц. Вот прям реальный случай. У меня, говорит, дочка ездила. Сейчас я ей наберу, уточню. А дочка, чтобы не расстраивать папу, ну, вот произошло ДТП. Она попросила, чтобы это быстро очень сделали. Правда, сервисом, видимо, не угадала, да, и сделали очень как-то плохо. Так что стало очевидно. Да. Вы, кстати, эксперты, вас же обманывать дело дурацкое. Ну, да, то есть, как бы, да я и могу сказать, что и эксперта-то можно обмануть, наверное, при желании, да. То есть, ну, вот ситуации бывают разные. Поэтому до конца, даже человек, когда вы видите, что он рассказывает то, что есть на самом деле, это не является гарантией того, что это является правдой. Поэтому покупаем сами, становимся экспертом. Либо крайними. Да, либо крайними. Все очень просто. Эта русская игра называется «Кто последний, тот дурак». Ну, можно и так сказать. Это такая национальная. Хорошо. Забава. С физическими лицами, которые иногда приходят по объявлениям, иногда из интернета, иногда по друзьям, более-менее разобрались и начинаем их подозревать даже в отсутствии умысла и, тем не менее, неправдивой информации. А есть еще целый пласт юридических лиц. Да. Ну, и тут тоже, наверное, как всегда, не все югорты полезны. Юридическое лицо не есть основания, что вы получите товар, надлежащего там качества или тот автомобиль, который вам рассказывают. И бывают разные варианты гарантии. И договора тоже разные. Конечно. Вот, да, и договора разные, совершенно верно. И у некоторых фирм, у серьезных игроков, у них есть спущенная сверху программа, когда они обязаны заниматься продажей всяких трейдиновских машин именно с гарантией и с ясной биографией. С прозрачной историей, с вполне конкретным набором данных, информации и всего прочего. Есть какие-нибудь бренды, которые пока избежали этой участи? Их все меньше и меньше. То есть, скажем так, в той или иной степени есть практически у всех массовых, ну, массовых и широко представленных в России, да? То есть я не буду их перечислять, наверное, проще перечислить, у кого этого нет. Нет, просто эти все программы, они находятся в зачаточном состоянии. У кого-то она там, наверное, там, может быть, у 10 марок, а не более-менее, дилерская сеть работает по этим программам. Но количество автомобилей, которые они продают по этой программе, тоже достаточно низкое. И там ценник достаточно высокий. Ну, тоже условно, да, наверное, каждый из нас, если он получает товар, ведь в премиальных, например, марках, там по этой программе автомобиль должен быть в полностью технически исправном состоянии. То есть мы сделали диагностику и выяснили, что надо менять колодки, пыльники, рычаги, еще что-нибудь. Вот мы, согласно этой программе, если мы будем продавать автомобиль, то это нужно все поменять. И если человек получает автомобиль с пробегом в состоянии как новый, ну, у него и должна быть соответствующая цена, на мой взгляд. Тогда у него очень незначительная дельта между как новый и новый. Либо другой опять вариант. Мы покупаем то, что покупаем, потом продолжаем замечательно вкладывать, и мы все равно это вложим. Ну, либо будем ездить на автомобиле, который, скажем так, будет не то, что не приносит удовольствие, будет небезопасен для нашей жизни. Ну, об этом вообще никто не думает. Когда паленую водку пьют, о чем думают? О том, сколько кайфа будет или как почки отвалятся с печенью вместе? Каждый сам решает, как ему поступить. Тем не менее, паленая водка – самый популярный товар в нашей стране. Ну, а халява, она всегда притягательна. И хлорка-творок, конечно. Да, она притягательна. Так же и здесь, да. Поэтому и такое количество автомобилей, ну, их небольшое по этим программам проходит. Но, на мой взгляд, тенденции абсолютно правильные и разумные. Часто у людей бывают страхи, что в фирмах, в компаниях, неважно, мы сейчас не говорим о дилерском, недилерском бизнесе, да. То есть какая-то компания, которая занимается продажей автомобилей с пробегом, что там вроде как бы дороже, что физлица. А у физлиц можно купить дешевле, да. Тоже легкая иллюзия, да. Компания, ну, не заинтересована сидеть там с автомобилями и как можно дороже продавать. Компания заинтересована в том, чтобы у нее был постоянный оборот автомобилей. Поэтому они не гонятся за там продажей автомобиля по максимальной цене. Они работают с реальным рынком. Ну, и это я сейчас идеализирую немножко. Все по-разному, да. Разумная компания, которая нацелена в долгосрочную работу с автомобильным пробегом, ну, на мой взгляд, должна преследовать именно эту стратегию. Ну да, стратегии у всех разные, но здесь что хорошо, мы приходим на рынок и там нам могут рассказать все, что угодно. И документов у нас никаких серьезных не будет. А здесь это юрлицо. И есть договор, есть определенные обязательства. И, конечно, они могут моментально переучредиться, предвидя, какие издержки вы им принесете. Но все-таки здесь на 1% спокойствия больше. В любом случае, да. Ну, тоже тема договоров тоже очень такая скользкая. А надо посмотреть, а какой договор? Договор купли-продажи? Конечно. Договор поручения? Договор комиссии? Ну, то есть договоров полно. Но договор-то и физическое лицо может дать. Чуть ли не на гербовой бумаге напишут. Вопрос обязательств. Вопрос совершенно верный. Исполнение обязательств на основании этих договоров, да. И тут, если, потому что компания работает по агентскому договору, даже какое-нибудь юридическое лицо, то все претензии к кому? И к кому? К предыдущему владельцу. Он скажет, я просто переоформлял. Ты извини, я тебе, конечно, помог, я тебе машину показал, я тебе продал, я все сделал для тебя. Ну, вот, знаешь, как бы качество товара, это вот тот, кто на нем ездил, это к нему, пожалуйста. И об этом нужно внимательно посмотреть, что написано в договоре. Конечно. Какой это договор и какие есть обязательства. А вообще сколько традиционных схем? Ведь все работают приблизительно одинаково. Ну, там, 3-5 вариантов. Или их 200? Нет, их вот, ты правильно сказал, их 3-5 вариантов. Какие? Ну, агентский договор. Что у нас еще есть? Агентский договор, это когда юридическое лицо выступает агентом и их вообще обязательно не несет. Да, он, ну, как бы... Я площадка, у меня печать. Да, разновидность договора, поручения, может быть, что мне поручили продать, я вот вам, собственно говоря, продаю. Да, то есть, как бы, есть разные варианты, да. Еще есть договора комиссии и договора уже купли-продажи. Когда, соответственно, юрлицо становится собственником автомобиля, например, да, то есть по купли-продаже и уже от своего лица продает там физическому лицу. Или, например, если вы покупаете на компанию, компания, это не так сильно принципиально. И договор купли-продажи, он еще хорош тем, что он полностью попадает под действие закона о защите прав потребителей. И договор комиссии попадает туда же, как это не парадоксально. Договор комиссии в какой категории, в чем именно? Чем он выгоден клиенту, мне, пришедшему в магазин? Он накладывает точно такие же обязательства по комиссионному товару, то есть ответственность за там товар ненадлежащего качества будет нести продавец, он же комиссионер, который, комитент. То есть, итого, есть два вида договоров, которые выгодны нам, клиентам с улицы. Это договор комиссии и договор купли-продажи. Я бы, покупая автомобиль, я бы покупал по таким только договорам. И если вам предлагают очень заманчивое что-то, нечто красивое, но договор, например, агентский, лучше всего не брать, не рисковать. Нет, почему? Пожалуйста, можно рисковать. Но надо понимать, что вы рискуете и, по большому счету, вы оказываетесь крайне в этой цепочке и надо эту всю меру ответственности брать на себя. Ну, я посоветовал не рисковать. Хорошо. Я соглашусь. Да, потому что иногда речь идет не о трех рублях, а о пяти миллионах. Иногда даже больше. Иногда больше, да. Александр Перепилов, Handmade Lab, генеральный директор, эксперт по вторичному рынку. Продолжаем структурировать наши взаимоотношения с поддержанными машинами. Приходим, мечтаем, облизываемся, смотрим, какие они замечательные. В данном случае уже к юридическому лицу. Да, люди мечтают, облизываются на автомобиле, а мы тут о скучном договорах разговариваем, да, которые люди очень часто не смотрят и подписывают, не глядя их. Они даже, когда им приговор выносят, они и то его не глядя подписывают. Ну, ладно, я вам верю, сказал, я подписал. А что я там подписал, я не помню. Вот, поэтому, возвращаясь, да, ну, так, подытожив именно тему договора, да, просто надо внимательно посмотреть, какие документы вы получите с автомобилем. И документы это не только договор, это, опять же, наличие той сервисной книжки, наличие диагностик, наличие информации, ну, то есть, вот, все-все-все. Потому что любая компания или физлицо может замечательно рассказывать про этот автомобиль, главное, чтобы они еще потом эти слова просто подтвердили, вот и все. Да, сказки, на самом деле, мы писать даже в школе у нас было такое задание, учились. Да, кто-то сочинение лучше писал, кто-то хуже. Да, некоторые по себе упор этим занимаются. Вот, поэтому, это вот такое, для меня это тоже, и, наверное, если мы говорим, для людей, которые задумаются о покупке автомобиля, на это нужно обязательно смотреть. Да, то есть, как бы, как все это оформляется, что вам предоставляют, какую вам дают информацию. Насколько она подтверждена именно реальными документами, различными, с печатями, не с печатями, без печатей. И даже, к сожалению, нужно разбираться еще в том, откуда взялся ПТС. Таможний выдан или кем? Да, ну, да, да, да. И сколько он раз менялся. Вот такое тоже может быть. И причем, часто у людей бывает, вот, не знаю, там, дубликат видят, все, они сразу бросают и говорят, ой, нет, 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 дубликат нам не годится. Дубликаты могут возникать по разным причинам. Ну, разбираться с этим очень даже не хочется. Да, это, я думаю, что мы дня за два разговоров на эту тему. Я бы, конечно, могу рассказать, как они все устроены и какие они бывают. Пару слов, да. Да, то есть, ну, так же бывает взамен утильных, взамен потерянных, да, то есть, если утильный, значит, он пришел в негодность. Потерянный там, ну, нужно опять же смотреть, да. Как ПТС может прийти в негодность? Что с ним делали? ПТС ты один раз получил трепетно, в папочку завернул, спрятал на полку и пять лет к нему даже не подходишь. Он в утиль, почему превратился? Ну, может быть, какой-нибудь человек очень эмоциональный, он был очень рад, там, не знаю, там, загадал желание, чтобы была лучше другая машина, сжег его, кинул в бокал с шампанским и выпил. Ну, и так, легкая ирония, но тем не менее. А к машине он при этом относился трезвым умом. Абсолютно. Не бывает, пошел нафиг сразу. Вот когда начинается разговор о том, что да все хорошо, но ПТС у меня, к сожалению, дубликат, потому что, конечно, можно вежливо выслушать, почему именно, но в большинстве случаев не имеет смысла. Ну, тогда, как это самое, как всегда, реальный пример из жизни, да, то есть человек сдает автомобиль, говорит, да, у меня все нормально, я первый владелец, у меня одна запись в ПТСе, то есть вот все, говорит, вот он у меня, как рассказывает, говорит, вот у меня пять лет назад я его купил, вот в сейфе он лежит. Правда, говорит, я два раза переезжал, а переезд, он уже хуже пожара, вот, и он приезжает, говорит, слушай, говорит, ну вот как-то я его вообще ни разу не нашел, ну, то есть я поискал, но вот в ГАИ, когда снимал с учета, вот сейчас реальная история, снимал с учета, говорит, мне выдали дубликат, потому что я приехал, сказал, мне его нет, ну, то есть мне его дали. А приехал домой, говорит, а супруга нашла и говорит, вот твой старый ПТС. Машина с двумя ПТСами приезжала, да, то есть как бы, но тот, который настоящий и реальный, он что? Аннулирован. Аннулирован. И в базе он уже все. Да, поэтому он привез, говорит, вот, выбирайте, забирайте оба, собственно говоря. Это правильно, вот в этой ситуации как раз оба и принимаем, потому что один подтверждает алиби другого. Именно, да, то есть документальное подтверждение, совершенно верно. И это, ну, 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 а что теперь сделаешь? Ну, это жизнь. Хорошо, этот вариант принимается, но все остальные сказки из серии «Я отвернулся, а оно куда-то свистнуло и улетело, как резиновая женщина», не, так не надо. В любом случае, в этом надо внимательно покопаться. Ну, то есть в этом надо разобраться, опять же, кто, где, когда, при каких обстоятельствах, все очень просто. Почти, почти все очень просто. Ну, вот спрашивается, а в чем причина упрямства покупателя, который мечтает взять именно эту машину, не разбираясь в том числе в 25-м дубликате ПТС? Вот почему? Ну, что-то, наверное, привлекает. А цена, например? Наверное, да, потому что он же, все равно, мы же верим в лучшее. Вот он и продолжает верить в лучшее. Да, я верю в себя, поэтому, как только я пришел на рынок, этот Мерседес сразу упал в цене. Ну, потому что именно для тебя, без уважения. А еще же мы это рассказали, что только для него. Вот, собственно говоря, и все. Понятно, будем скептиками. Так, еще какие варианты? Вот с этими котами в мешке на вторичном рынке. Ну, то есть мы разговариваем сейчас, как раз говорим о том, что компании-то, ну, то есть кто-то что-то предоставляет. Вернемся, например, к тем же программам, да, когда по программе машины продаются, или там гарантия на автомобиль с пробегом. Тоже такая очень тема, широкая, да, и для меня она неочевидная пока. Так. Так, объясню почему. Потому что, ну, механизмов именно, ну, дать гарантию пообещать и сказать, что вот, купи у нас автомобиль с пробегом, мы тебе гарантируем, что полгода все будет очень хорошо. Кстати, мы тебе еще ее два раза обслужим бесплатно. Ну, как в виде бонуса такого. Ты у нас купи и получишь вот такой пакет, что называется, да. Здесь тоже всегда, и люди говорят, ну, как же, это же замечательно, представляете, они вот, вот этот салон какой-то, вот, да, вот он продает с гарантией. Опять же, а какие документы, как это подтверждено? Ну, то есть... Смотрим документы, которые нам выдают на руки. Да, и говорят, ну, подожди, ну, мы же, вот смотри, мы же с тобой уже неделю общаемся, но я же тебе сказал, что все будет нормально. Подъедешь, и я вот там на сервис хожу, и все тебя обслужат. Ага. Спасибо, мамой клянусь, это называется. Мамой клянусь, там варианты разные. Нет, могут какую-нибудь бумагу с какой-нибудь печать дать, сказать, ну, вот если вдруг что-то, да. Это наш сертификат, приезжайте. Да, вот наш сертификат, там, на бесплатное обслуживание, и плюс там еще что-то, да. Просто, ну, а вы попробуйте потом приехать и посмотрите. К сожалению, наверное, не всегда, я не могу сказать, что все, но не всегда получится так, как вы себе представляете, что вы приезжаете, вам говорят, да вы что, у вас что-то сломалось, да сейчас все сделаем. За наш счет, кстати, не беспокойтесь, вот вам чашка кофе, пейте, наслаждайтесь. Не будет такого. Эта сказка один раз в кино мелькнула, помню, в сериале в каком-то приехала, и все было хорошо, но потом, правда, его убили. Ну, вот, вот, поэтому с гарантией есть нюансы. Ну, понятное дело, что, возвращаясь опять к программам, там, где есть гарантии, есть там серьезные компании страховые, которые дают именно механизм гарантии, он работает через страховые компании, но этот механизм рабочий, да, то есть, как бы, когда тут, опять же, мы покупаем тот дорогой автомобиль, который весь полностью отремонтирован, выглядит как новый и имеет гарантию, имеет гарантийный талон, вот такая гарантия будет работать. Мы довольно часто сталкиваемся с ситуацией, когда официальный дилер по новой машине никаких гарантийных обязательств не несет, не признает, и в гробу тебя видал дорогого клиента. А тут ты приезжаешь к нему в какую-нибудь программу, там, Selected, и тебе дают гарантию, и ее исполняют. Ну, чудеса бывают, конечно. — Соглашусь, и твой скепсис тоже разделю, я говорю, бывает по-разному, но шансов, мы же не говорим, что вот это белое, вот это черное, шансов получить, вернее, как это самое, ремонт автомобиля по гарантии в такой ситуации точно выше, чем просто поговорили и сказали, приезжай на сервис. — Да, в этом отношении, да, и тем более, если приезжаешь к какой-нибудь программу, там, условно говоря, Selected, это, там, Jaguar, Lindorver Selected, то, скорее всего, она будет неприятно дорога по цене, эта машина, но за базар они будут отвечать, ну, все-таки более честно, чем в любой другой ситуации на матичинском рынке. — Что есть логично. — Да. — Да, то есть либо мы экономим сейчас, и наши риски затрат автомобиля на дальнейшую эксплуатацию становятся выше, либо мы платим сейчас больше и снижаем риски, что частично их с кем-то делим. Что-то по гарантии пройдет, что-то нет, какие-то вещи, там, удастся согласовать, какие-то нет. — Здесь еще очень важно, зачем вы туда пришли. Вы хотите за не очень дорого и практически в разумных пределах вступить, например, в клуб Jaguar и купить пятимиллионную машину за три миллиона, сэкономив целых два. Или вы пытались найти себе шаху в натуре для того, чтобы еще немножко побомбить, и очень удивились, почему вдруг двигатель вывалился сразу, а не за поворотом. — Конечно, да, то есть как бы каждый сам выбирает свой пакет. Ну, то есть здорово, что на том же, опять на нашем рынке есть разные предложения. Каждый сам себе решит, можно и Jaguar купить, не знаю, где-нибудь у кого-нибудь. Тот же Jaguar можно из дублька там ПТС у неизвестных людей купить, да? И будет недорого, я так подозреваю. Он скажет, ну, слушай, ну вот как-то нам срочно очень нужны деньги, там, ипотеку надо закрыть. Любимая тоже россказня, да? — Да-да-да. — Срочно-срочно горит, вот прям люблю это. В последнее время такой тренд хороший. — А ипотеку обычно вот она действительно... — Вот поэтому дешевле. — Так легко закрывается ипотека? Вот ты утром проснулся и думал, точно, пойду закрою. А вот те, кто пробовал досрочно закрыть ипотеку, они почему-то обычно машину не продают. Они обычно в больницу ложатся с сердечным приступом. — Ну да, то есть как бы, ну, хорошо. Такая же история есть, ее тоже рассказывают, и кто-то ее слушает. — Вот в чем разница? Приходишь к официальному дилеру, который имеет свой отдел трейд-ина. У официального дилера у него задача, пусть даже путем убытков трейд-ина, поднять первичные продажи автомобилей. А у тех фирм, которые не под дилерами, сами по себе, в чистом поле, занимаются просто комиссионной продажей автомобилей. Они выкупают на свой страх и риск, но у них мотивация другая. Они могут покочевряться и сказать, знаете, мы эту машину не возьмем. А официальный дилер, когда к нему прибегает из трейд-инского отдела приятеля, говорит, «Коля, вот тут машина, ну, ты понимаешь, и мне проценты тебе продажа». Или наоборот, тот приходит и говорит, знаешь что, у меня сейчас берут вот эту табакерку мою, новую из салона, мы ее прямо с витрины выкатим. А у него такой утиль в трейд-ин, ну ты уж, пожалуйста, возьми. — Ты уж не подведи. — Ты уж не подведи, родной. Да, потому что у нас план горит по продажам. И в официальном дилерстве, так вот чисто умозрительно, шанс нарваться на грабли выше, потому что там довольно часто вынуждены принимать почти все без оглядки. В отличие от фирмы, которая приходит, смотрит, говорит, неа, это не к нам, езжайте куда-нибудь в другое место. — Я бы не сказал выше-ниже, наверное, это будет не зависеть от дилера-не-дилера, это будет зависеть от политики ведения этого бизнеса. — Не угадаешь ведь. — Ну как не угадаешь, для этого, стоп-стоп-стоп, мы не гадалки, и дилеры не гадалки, да, то есть как бы это такая же экспертная работа, есть эксперты, которые должны в этом разбираться. К качеству экспертов тоже всегда есть вопрос, надо посмотреть, что это за эксперт, да, то есть как он может так же объяснить, рассказать про тот же автомобиль, на основании чего он определил. То есть здесь вопросов очень полно. Но я не могу утверждать, что в компаниях, которые занимаются специализированной продажей автомобилей, качество товара выше, а у дилеров ниже. — Здесь попадаем в другие клещи. Мы взяли эту машину, а если дилер работает по программе импортера, а если дилер работает по договорам купли-продажи, — Тогда что? — Ну то есть как этот товар продавать, который мы взяли вот так как-то, закрыв глаза и продав новый автомобиль? Мы создаем себе новую проблему. — Ну дилер не боится новых проблем. Он в принципе их не боится, потому что у него и по первичным продажам столько косяков, что он каждому второму клиенту объясняет, что ну подумаешь, вы выехали за ворота на новой машине. Это не гарантийный случай, что у вас заклинился четвертый цилиндр. Это потому что вы где-то здесь, видимо, у нас на ямку наехали на какую-то. Или птичка вам на капот покакала. Вот только поэтому. Поэтому никто. Они и первичного клиента кинуть готовы, а уж вторичного. — Ну, не знаю, Сергей, я здесь, как я уже скажу, зависимости прямой не вижу, что вот дилер... — А подсказки клиенту? — Хотя бывают такие моменты, что да, говорят, вот берите эту машину, потому что нам надо продать вот этот автомобиль, который у нас уже год стоит, то есть как бы что хотите делать и как хотите ее берите. И дилеры иногда берут. Ну давайте посмотрим опыт той же Европы. Они же берут практически все машины, а дальше они принимают решение о том, что делать с этим автомобилем. Дилерство, я имею в виду. Либо они будут его продавать сами, либо отдадут дальше на перекуп. — Знаешь, вот в Европе довольно часто в какой-нибудь богатой Швейцарии проезжаешь, и там за заборчиком ютятся машины, но которые откровенные утиль. И на них ценники там типа 500 швейцарских франков. И ты понимаешь, что эта машина, она за эти 500 швейцарских франков здесь стоит уже года три, наверное. И никаких надежд на нее нет. Но это означает, что ее могли купить и за 2000 франков, выкупить, а могли и за 100 франков. И ее судьба вообще никого не волнует. Потому что в богатой Европе, ну что называется, подушка толща. У нас так не всегда бывает, потому что у нас вообще бизнес выстраивать на полгода вперед, это уже большой риск. На год вперед это отчаянная смелость, на два года это подвиг. Потому что не знаешь, что у нас в стране будет. — Здесь тоже соглашусь. Но на короткую жить, думать, мне кажется, неэффективно. Все равно надо стремиться думать о том, что мы о добром и вечном. — Да, ты вообще целый генеральный директор фирмы, которая занимается вообще такими важными делами. А задача-то украсть час и быстренько напиться в подворотне. Новость. — Александр Перепилов. Зачем ты споткнулся на твоей фамилии? Еще раз. Значит, с приятной интонацией в голосе не торопясь. Александр Перепилов. Head by the love. Генеральный директор. Фирма как раз занимается тем, что очень хорошо разбирается в вопросах вторичного рынка по автомобилям. Вот со стороны может показаться, что мы с Александром прекрасно провели время, понимая друг друга с полуслова и потрепавшись вдоволь, а в действительности мы подходим к некоторым итогам, которые сформулировали друг с другом в этом разговоре. Со стороны это было не очень заметно, а мы на самом деле это сделали. Поскольку покупка на вторичном рынке, она подразумевает на старте два варианта. Первое у физлица, второе у юрлица. — Если так глобально разделить, то, наверное, именно так. — Третий вариант, когда упало в руки с неба. Не рассматривается. — Не важно откуда, от кого. — Да, бывает. Есть даже фильм, в котором они падали с неба, потому что были в самолете. Самолета это распахнулось. Такой довольно интересный был фильм. Итого, у физического лица мы покупаем с большой опаской, потому что мы должны задать несколько важных вопросов физическому лицу про биографию машины. Самые простые вопросы. У кого обслуживалось? Сколько было сменено дилеров? Что делали в последний раз? Какие работы производились по этой машине? И, кстати, в каких страховых компаниях она была настраковать? — Да, 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 все это важный вопрос. Мы должны не только задать вопросы и получить на них ответы, но и еще, как это, зерна от плевела отделить. — Усомниться, потому что у нас нет оснований доверять первому встречному, несмотря на то, что ласково смотрят нам в глаза. — И это не потому, что люди плохие. Вот я говорю, задавая автомобили, люди иногда, правда, они не придают значения, не помнят или как-то забывают какие-то нюансы. Это, ну, хотя и на подсознательном уровне. Человек просто банально хочет рассказать про свой автомобиль очень хорошо. — Ну, так же, как про свою дочку. — Конечно. — Замуж выдают. — Конечно. — Итого, важно не, в данном случае, не кто продает, то есть не он или она, а важно, что мы можем узнать у него про эту машину. — Да, и насколько это понятно и прозрачно все. — И здесь все-таки отдельной строкой идет дубликат ПТС, которого желательно опасаться. — Хотя есть истории... — Внимательно надо смотреть. С этим надо отдельно просто разбираться. Я бы не сказал бы, что эти машины вычернуты из эксплуатации, да, то есть мы достаточно много берем таких машин, да, просто мы банально знаем, как они все устроены. Это дубликат ПТС, это сигнал к тому, что надо просто еще поработать и разобраться. Где, когда, почему, зачем, меняли, на каком основании. Перетряхнуть очень много еще про автомобиль. — Если у покупателя есть желание копаться во всем этом, тогда вполне возможно, что вы обретете некое представление об этой машине, оно окажется... — Да, и это будет, может быть, вполне достойный тот автомобиль, который бы вы хотели себе выбрать. — Хотя я от себя всегда советую, бегите, не надо. — При том выборе, который сейчас есть, да. — Выбор безграничен. Еще что, мы переходим к юридическим лицам. Юридические лица бывают в чисто поле, сами по себе торгуют машинами, есть привязанные к дилеру, причем есть привязанные к дилеру по-разному. Есть просто трейд-ин, а есть специальные программы, типа там Jaguar Selected, которые очень даже неплохо, на мой взгляд, поставлены. — Да. — И разница в том, что у них у всех иная степень ответственности. У тех фирм, которые торгуют по официальным каналам, вот спущенным сверху от представительства, как тот же самый Jaguar Selected, у них есть в том числе и гарантия, к которой можно относиться уже как реальной гарантии. — Ну и гарантии, стандарты. Я к тому же к Jaguar, там, Jaguar и Land Rover добавил бы и программу и Audi+, и там, и Volkswagen Dasvelte Auto или Skoda, да, они все сопоставимы. Ну, можем еще там 5-6 перечислить. — У Volvo в свое время было неплохо. — Да, да, да. — Ну, Mercedes со старклассом. Ну, то есть такие программы есть. И мы также должны понимать, да, эти машины будут дороже, но если мы платим за качество товара и все остальное, гарантии и прочие вещи, да, то... — То здесь становится уместно понятие качества. — Абсолютно. — Здесь уместно обслуживание. И качество, и обслуживание. Здесь уместно все эти слова. — Второй вариант — это если мы приходим просто к дилеру, который не работает по программе какой-то специфической, а трейденит все, что ни по поди. И здесь уже мы должны очень внимательно смотреть в документы, получаемые на руки. И отправной точкой для наших подозрений является форма договора. Если это договор купли-продажи, либо договор комиссии, мы готовы продолжать дальше. Если это договор любой посреднической формы... — Мы тоже готовы продолжать дальше, но понимаем, что мы, купив этот автомобиль, становимся... как это, все наши проблемы, они остаются с нами. — Разница в том, что если это договор купли-продажи, либо договор комиссии, тогда юридическое лицо, которое нам эту машину продало, оно несет ответственность. — По крайней мере, закон нас будет каким-то способом защищать. Это будет зависеть от того, если что-то произойдет, насколько будут там сильные юристы, и насколько... как это будет... понятна ситуация или там... — Ну да, боремся, не боремся. Если все остальные формы договоров, лучше этого тоже избегать, потому что это означает, что ответственность за качество товара на продавца не лежит. Он является посредником. — Да, это правда, так оно и есть. И, соответственно, здесь закон, законного поля для защиты своих интересов у нас никакого нет. Даже если это окажется откровенно, товар там, ну не знаю, там, не соответствующий вообще ничему, там просто, как говорится, нам впарит его. Это наши самые проблемы. — Да, ну и та же самая картина у третьей категории продавцов. Те, которые не имеют никакого отношения к дилерам, это комиссионные магазины, которые работают только с вторичным рынком. Откуда они берут машины, это не важно, и они вам уже этого не скажут никогда, потому что это не трейд-ин, и мотивации к покупке у первичного клиента этой машины нам неизвестны, поэтому мы еще более пристально смотрим документы. — В любом случае, и документы, и ту же историю. Ведь здесь, так же, как с физлицами, приходя в любой салон, неважно какой, да, то есть большой, маленький, мы также должны получить информацию. Если мы получим внятную, опять же, та же конструкция, понятная, прозрачная информация по автомобилям, а здесь не отменяет, что человек может сказать, ну, я на этой машине не ездил, поэтому я не знаю. Она стоит у тебя на площадке. Ты ее взял, ну, то есть, как бы, да, купил ты ее, поставил на комиссию. Ты продаешь этот товар, ты должен про него знать. — Если ты про него не знаешь, ну, я бы, наверное, как-то тоже постерегся продолжать работу с такими компаниями. Если они все очень тебе примерно рассказывают, все хорошо, все ровненько, а документы? Нет, документы потом. Знаете, у нас ПТС в сейфе, вот когда мы вам выпишем, вот когда вы купите, мы вам ПТС отдадим. А потом там окажется дубликат, и не 2010 года, а 2009. Слушай, ну, куплен-то в 2010, ты не переживай. — И вообще в клейке там еще всплывут какие-то. — Да, но это вообще на это не смотришь. Сейчас это не смотрят, поэтому можешь не париться. — Да, да, просто ты никогда не поставишь ее на учет. Вообще, по всей стране, в принципе. — Ну, или поставишь, зато никогда не снимешь. — Пока не поставишь. — Ну, да, то есть, ну, и вот ситуация может быть, да, то есть, насколько вы получаете понятные, подтвержденные ответы на свои вопросы? — Да, насколько ясная картина. Прояснилось у вас в голове или, наоборот, стало туманно больше. — Да. Зато у схемы работы с юридическим лицом, юридическим, любым абсолютным лицом преимущество в том, что вы можете договориться о рассрочке, а даже кредит. — В том числе у вас есть выбор, да, выбор формы оплаты. И очень серьезный, да, кредиты используют, не знаю, там, наличные, безналичные деньги. Тоже ведь, тоже не все люди могут принести пачку денег, сказать, я могу там со своего счета на свой счет перевести. Это тоже не нужно сбрасывать из счетов. — Удобство оплаты. — Да, да, это очень важный момент. Но и здесь еще есть самый, наверное, такой, ну, как бы, не самый, а очень серьезный еще один вариант удобства, да. Когда мы подбираем какие-то автомобили, мы, как это, должны на географии нашего замечательного города и пригорода, где бы мы ни находились, нарисовать около 7-8 точек, которые мы хотели бы посмотреть. Потом с этими людьми как-то согласовать и как-то вот, ну, найти себе такую машину. Приезжая в компанию, у которой есть несколько машин, их можно все увидеть в одном месте. Это будет не один автомобиль, это будет много автомобилей. Возможно, ну, даже не той марки, не той модели. Но и здесь тоже есть варианты. Люди не всегда точно знают, что они хотят купить. — Тем более, что люди довольно часто пытаются купить это на последние деньги. — Да, но это такие вот люди меня тоже иногда пугают, потому что покупка, возвращаясь к теме нашего, да, автомобиль с пробегами — это все равно код в мешке. Что будет дальше, не знает никто. И если мы покупаем этот автомобиль на последние деньги, я всегда людям абсолютно говорю, что, понимаете, ваши затраты, какой бы вы ни покупали автомобиль, они только начинаются. — С покупки машины вообще? — Конечно. — Все только начинается. — Все только начинается, да. То есть, как бы, это вот вы не насобирали денег, и потом теперь говорите, а теперь я буду ближайшие три года безбедно ездить на этом автомобиле и радоваться. Нет. Все только начинается. — Какой совет людям, которые хотят после нашего разговора пойти купить себе на вторичном рынке машину? Самый главный. — Самый главный? — Задавайте вопросы. Ну, то есть, как бы, пытайтесь понять, что вам продают. Пока вы не получили ответы на свои вопросы, не спешите расставаться с деньгами. — Потому что их задача — получить ваши деньги. — А остальное уже потом, да. То есть, как бы, если люди не смогут, ну, то есть, если вы сразу не получили ответы, когда вы отдадите деньги, вряд ли вы их получите. Продолжение следует. Продолжение следует...